В мире среди всех факторов, вызывающих смерть, спид находится на четвертом месте. Все войны и конфликты XX века вместе взятые унесли столько человеческих жизней, скольких лишились земляне, заболевшие этой чумой в конце XX – начале XXI века. По официальным данным из 40 миллионов ВИЧ-инфицированных, которые знают о своем положительном статусе, каждый пятый – россиянин. В России ВИЧ-инфекцией каждый час заражаются 10 человек. В нашем фильме мы расскажем вам реальные истории ВИЧ-инфицированных женщин, а также матери, потерявшей совсем еще молодого сына. Они первые, кто согласился дать интервью средствам массовой информации республики. «Мы изменили их имена, голос, не показываем их лиц по одной причине. Общество не готово принять таких людей». Евгения была счастлива. После долгого ожидания она во второй раз станет мамой. Необходимо было встать на учет по беременности. «Я сдавала анализы, и вдруг раз вызывают меня к врачу и говорят, так и так, вам надо пройти в центр, спеццентр». Говорю, зачем? Ну, пройдите, там у вас спросят, ну, вам объяснят все. Я пересдала, и они мне объясняют, говорят, что у вас вирус, который называется ВИЧ. «Для меня это было, конечно, шок. Была, в общем, ну, как бы не верилась мне в это. Я вообще не могла даже представить, что это у меня есть, потому что я вела, ну, нормальный образ жизни». «Скажите, на тот момент вы в браке были, в гражданском, может быть?» «Нет, я замужем официально была». «На тот момент?» «Да, официально. Да, мы с мужем даже очень долго ждали ребенка, не могли, ну, там, три года вообще не могла забеременеть. Ну, не было, ну, не знаю, не было, Бог не давал, значит. И вдруг раз на тебе среднесло небо, такой гром, ну, то есть и радость, как бы даже долгожданный ребенок, и такой вирус». Как выяснилось позже, Евгению заразил ее первый муж, с которым они прожили три года и расстались по причине того, что он стал принимать наркотики. «После этого брака замуж вышла лет через семь-восемь только. Я так думаю, что человек, который принимал наркотики и заразил меня. Больше, ну, как бы других вариантов нету». СПИД является последней стадией ВИЧ-инфекции. На сегодняшний день лекарство, способное полностью уничтожить вирус иммунодефицита, не найдено. Но в настоящий момент при своевременной диагностике и начале лечения противовирусными препаратами человек может жить полноценной жизнью, и ограничений по продолжительности и качеству жизни тоже нет. Ранняя диагностика и начало лечения позволяют инфицированному человеку создавать семью. А главное, он перестает быть источником инфекции, что особенно важно при рождении ребенка. В 12 лет наша героиня живет в статусе ВИЧ-инфицированного. Она состоит на учете в Центре профилактики и борьбы со СПИДом. И ежедневно принимает специальные терапевтические препараты, которые помогают ей жить, работать, растить ребенка, одним словом, вести полноценный образ жизни. Скажите, пожалуйста, какую помощь вам оказывают действия в СПИД-центре? Спасибо медперсоналу. Очень они мне хорошую и моральную поддержку поддерживают всегда. И лекарства всегда вовремя дают. Поддержка у меня очень сильная такая, с их стороны идет. Многие люди, плохо понимающие, что такое ВИЧ и как он передается, видят ВИЧ-инфицированных преувеличенно большую угрозу для себя и своих близких. Клеймо с прошлого столетия, оно висит над нашими пациентами. Несмотря на то, что вирус сейчас зачастую поражает абсолютно социально адаптированных людей. То есть не обязательно быть наркоманом или оказывать сексуальные услуги за деньги. Ты можешь быть совершенно обыкновенным человеком. И в твою жизнь может неожиданно ворваться ВИЧ, от которой будет просто месиво в твоей душе, в твоей жизни. Нам сложно работать, потому что общество не готово принять наших пациентов. Ведь даже семьи иногда не всегда помогают. Семья. Как важно для людей, попавших в сложный жизненный круговорот, ее поддержка, понимание родных людей. История другой нашей героини банально до боли. Представьте себе средняя российская семья. Папа, мама, девочка, подросток, ей 15, назовем ее Александра. Именно в этом возрасте, как правило, возникают непонимания между родителями и подростками. Сашке – молодой, интересной, задорной девчонке, которая, кстати, хорошо учится, хочется на улицу, к друзьям, к подругам. И хочется новых впечатлений, приключений. Мама же, наоборот, мама считает, что главное в жизни девочки – это учеба, это занятия музыкой, танцами, а улица, улица таит в себе опасность и совсем непредсказуема та компания, в которую может попасть Сашка. В итоге так и произошло. Девушка попала в компанию, в которой употребление табачных изделий и спиртного было самым безобидным времяпрепровождением. Дальше – больше. В ход пошли наркотики. Я слышал о наркотиках. Мне говорили в школе вообще, что это плохо. Но тогда я не понимала этого, всей ответственности, всей серьезности. Ну, естественно, я, когда употреблял, знал, что можно заразиться. Пришло то время, когда мне сказали о том, что у меня ВИЧ. Я уже тогда была мамой, родила ребенка, здорового ребенка, все было хорошо. Но когда моим диагнозом узнали, родители стали у меня страниться. Ребенка боялись, что я заражу. Элементарно даже дома. Вот они от незнания так вот от меня шарахались. Я вот это все так испытывал, так эмоционально, было и обидно, как отчуждение какое-то, знаете, было. Два года назад Александра получила статус ВИЧ-инфицированный. Вначале, как и у каждого, кто слышит этот диагноз, состояние шока. Но обратившись за помощью в спид-центр, девушка постепенно поверила в то, что ВИЧ – это не приговор. Это не конец жизни. Консультанты, врачи мне сказали, все объяснили, все правильно, что это не приговор, что я смогу жить полноценно, и детей здоровых родить, и семья может быть у меня здоровая, даже если муж у меня будет здоровый, без заболеваний. Получив печальный опыт, наша героиня сегодня переосмысливает свою жизнь, реально понимая всю трагедию, произошедшую с ней. Наркотики – это сейчас настолько, ну, это беда молодежи, я как бы советую учиться не на своих ошибках, а на чужих. Александре повезло, она, как минимум, осталась жива. А год назад, не дожив до своего 30-летия, ушел из жизни сын замечательной женщины, которая ради спасения многих жизней решилась рассказать нам свою историю. Я узнал о том, что моего сына ВИЧ, это от него, от самого, к сожалению. Он с 13 лет начал употреблять наркотики. Это, я думаю, эта беда и пришла с наркотиками. Он долгих 16 лет употреблял наркотики. Мы боролись и себя, и врачи, но ничего не помогло, потому что наркотики были сильнее него. Давайте остановимся. И я хочу сказать, что эта беда может коснуться каждого. Я не думала, что это меня коснется. Память о сыне. Я хочу попросить каждого. Бабу, подростков. Первая игла, первая проба. Это никогда не заканчивается. Она заканчивается только память о вас. Остановимся. Я узнала о том, что он наркотикам, например, в 13 лет. Я боролась. Мы прошли разные клиники, мы прошли дома, мы прошли и затворство. Что только мы не... Ну, ничего не помогло. Но потом уже, когда мы узнали о том, что у него туберкулез, это тоже на фоне наркотиков, потом уже вот он пришел и объявил, мама у меня спит. И я говорю, как? Я как-то вот... и все. И все закончилось на этом. Люди, в чью жизнь ВИЧ входит как своя болезнь или болезнь близких, любимых, понимают. От проблем уже не отмахнешься. О них надо думать каждый день. И каждый день что-то предпринимать. Причем на самом деле все обстоит не так гипертрофировано страшно, как представлялось раньше. Хотя и непросто. Сегодня мы озвучим информацию, которую вот так открыто в средствах массовой информации Карачаева Черкесии ранее никто не раскрывал. И делаем мы это для того, чтобы еще раз напомнить о том, что наше здоровье в наших руках. В этом году впервые нашим центром была выявлена женщина, которая оказывала коммерческие сексуальные услуги в саунах города Черкеска, в различных саунах. Поэтому рекомендация наших специалистов, мужчинам, которые использовали эти услуги, были клиентами этих женщин, необходимо прийти и обследоваться на ВИЧ. Это важно, потому что бывает одного единственного контакта достаточно для того, чтобы произошло заражение. Зачем знать, да? Во-первых, вы приходите в семью, чтобы не заразить своих родных и близких людей. Это раз. Второе. Чем раньше человек узнает о своем статусе, тем мы вовремя назначим препараты, которые бесплатно дадим. Вся информация закрытая, конфиденциальная. Это важно. Не надо прятать в песок голову и надеяться на русский авось. Если вы знаете за собой поведенческий риск, ну, не бойтесь прийти. Мы тут никого не наказываем, не ругаем, не регистрируем, строго и страшно. Нигде не вывешиваем фотографии. Это для себя, для своей семьи и для будущей жизни и для будущего нашей страны, чтобы вы не заражены были. А если заразились, вовремя получили препараты. На протяжении последних лет Республиканским центром профилактики и борьбы со СПИДом ведется активная профилактическая работа. Совместно с Министерством здравоохранения Крачаевой Черкесии, акционерным некоммерческим объединением Общества без наркотиков, при поддержке Министерств и ведомств Республики проводятся масштабные акции всероссийского уровня и республиканского значения. Эта работа включает в себя добровольное обследование и тестирование населения на ВИЧ, проведение семинаров, распространение профилактической печатной продукции, создание радио и телепрограмм, в приоритете – работа с молодежью, проведение молодежных акций. Еще бы лучшей моделью нашей профилактики было обследование до брака пары. То есть не когда уже пара прожила в браке и зачала ребенка, потому что были случаи, что женщина беременна, здорова, а муж – половой партнер, он ВИЧ-инфицирован. У каждого есть какие-то скелеты в шкафу. И когда мы решаемся, что мы идем в брак, значит, у нас будет незащищенный половой контакт. Это будет семья. Априори это предполагается. Хотелось бы, чтобы вот этих случаев слез, когда уже женщина беременна и выясняется, что она ВИЧ-инфицирована, свести их до нуля. Ставшая уже традиционной общероссийская компания преследует главную цель – сдержать распространение инфекции, которая за последние несколько лет кардинально поменяла свою траекторию. Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 миллиона человек. А число вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается. Пройдите анонимное обследование. Тест на ВИЧ – единственный способ узнать, есть ли вирус в крови или нет. ВИЧ-спит касается каждого. ВИЧ-инфекции в Казахстане Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...